Не путайте секс, декс и секс. Про разницу между сексами и дексами я вам сегодня расскажу. А если вы не знаете, что такое секс, спросите у своих родителей. Секс – это аббревиатура от Centralized Exchange, то есть централизованная биржа. В случае централизованного обмена, централизованная биржа выступает как посредник, которому вы должны доверять. В случае централизованного обмена, обмен происходит не между игроками рынка, а биржа просто отображает ваши балансы на вашем счету. Как централизованная биржа узнает, что средства, которые находятся у нее на адресе, должны быть на вашем балансе, а не на балансе кого-то другого? Для этого централизованные биржи используют мема. Мема от слова memory – это памятка. Когда вы отправляете средства на централизованную биржу, вы вносите мема с каким-то определенным номером, который ассоциирует эту транзакцию именно с вашим балансом. Поэтому очень важно указывать мема, когда вы отправляете средства на централизованную биржу. И именно важно указать то мема, которое вас просит централизованная биржа, а не какое-нибудь другое. Так как все пользователи централизованных обменников отправляют свои средства на один адрес, то существует программа, которая отслеживает транзакции на мема. И после этого указывает на балансе пользователя именно ту сумму, которая указана в транзакции с мема, которая ассоциируется с этим пользователем. Но все это указывается в простой табличке. Весь обмен происходит именно в такой табличке. Баланс у одного пользователя... Весь обмен происходит именно в такой табличке. Баланс у одного пользователя отнимается, баланс у другого пользователя прибавляется. Все средства хранятся на одном адресе. Когда пользователь хочет вывести свои средства с централизованной биржи на свой адрес, биржа говорит, подождите немножко, нам нужно время для вывода. И она выводит средства со своего адреса на адрес, который просит пользователь. Поэтому все обмены, которые происходят на централизованных биржах, в блокчейне не указываются. В блокчейне остаются только транзакции на ввод на централизованную биржу и на вывод с централизованной биржи. Именно централизованный обмен на бирже позволяет централизованным биржам достичь таких огромных объемов торгов. Потому что если бы торги происходили по-настоящему в блокчейне, то каждая транзакция по обмену занимала бы какой-то продолжительный промежуток времени. В то время как в простой табличке можно делать это практически моментально. Но у этого плюса есть один очень большой минус. Когда вы пользуетесь централизованным обменником, вы доверяете этому централизованному обменнику. То есть ничто не мешает централизованному обменнику взять и вывести все средства со своего адреса на какой-то другой адрес. После чего сказать, извините, нашу биржу взломали, мы обанкротились, подождите несколько лет, может быть мы вернем вам ваши средства. Поэтому средства на централизованной бирже это не ваши средства, это средства централизованной биржи. Существует огромное количество цексов, и многие из этих цексов уже оставили своих пользователей без средств. Хотя есть такие цексы, которые еще ни разу не подводили своих пользователей. Но это не значит, что они не подведут или что их действительно не взломают. Но хорошо, что у нас есть дексы. Декс – это сокращение от Decentralized Exchange – децентрализованные биржи. Обмен на децентрализованных биржах не происходит напрямую между игроками рынка. В качестве третьего лица выступает либо программа, либо пул ликвидности, который по сути и есть набор смарт-контрактов. Программный код или смарт-контракты не требуют доверия, если это программный код с открытым кодом. Игроки рынка могут быть полностью уверены в том, что обмен происходит честно, и то, что их средства никуда не пропадут. Все обмены на децентрализованных биржах – это транзакции в блокчейне, и каждый обмен записывается в блоки. Все обмены, которые происходят на децентрализованных биржах – это транзакции, которую необходимо подписать игроку рынка. А после этого необходимо подождать, пока эта транзакция запишется в блок. Поэтому скорость обмена на децентрализованных биржах куда ниже, чем скорость обмена на централизованных биржах. Но зато все игроки рынка могут быть уверены в том, что их средства никуда не пропадут, потому что их средства находятся на их адресах. Для того, чтобы пользоваться децентрализованной биржей, вам не надо предоставлять никаких документов, никакой информации. Любой человек, вне зависимости от каких-либо факторов, может пользоваться децентрализованными обменниками. Все, что надо – это просто завести адрес в блокчейне и записать мнемоник или сид-фразу от этого адреса на бумажку. Непонятно, считать ли плюсом или минусом то, что на децентрализованных биржах каждая транзакция по обмену – это реальная транзакция в блокчейне, в отличие от централизованных бирж. Кроме того, что на DEX-ах скорость обмена гораздо ниже, чем на CX-ах, существует еще один, так сказать, минус, хотя, может быть, это и плюс. В то время как на CX-ах вы можете производить обмен крипты к фиату, на DEX-ах вы не можете обменивать крипту к фиату, вы можете обменивать только крипту к стейблкоинам. Централизованные биржи имеют договоренности с классическими финансовыми учреждениями, то есть с банками. А децентрализованные биржи никаких таких договоренностей со всякими банками не имеют, что дает немало плюсов. То есть обмен на децентрализованных биржах – это обмен между вами и какими-то игроками рынка. И никакие финансовые учреждения и никакие силы зла не узнают, сколько и чего вы обменяли. Несмотря на то, что скорость на децентрализованных обменниках ниже, чем на централизованных, и несмотря на то, что там нельзя производить обмен крипты к фиату, объемы, которые прокручиваются на децентрализованных биржах, огромные и исчисляются миллиардами. Обмен на децентрализованных биржах имеет еще одно свойство. Там нет никаких регуляторов. И с одной стороны это огромный плюс, потому что вы можете обменивать что угодно на что угодно. А с другой стороны это минус, так как любой скам может создать любой фиктивный токен и начать его торговать под видом хорошего токена. Невозможно записывать видео, когда кругом такая красота. И мы вот решили, что давайте-ка полюбуемся Марселем с высоты колеса обозрения вместе, а про Цексы и Дексы вы узнаете через несколько секунд. Поэтому при обмене на децентрализованных биржах обращайте внимание, что и на что вы меняете. Потому что очень легко обменять реальную ценность на какой-то токен, который абсолютно ничего не стоит. За продолжительное время мы сняли порядка 30 видео. И вы еще ни разу не видели, как выглядит наш оператор и монтажник видео, которого тоже зовут Вова. О, еще и свет включился. Да. Всем привет. Короче, это рекламная пауза. Мы хотим сказать вам, что мы собрались создать собственный канал, где мы будем обсуждать всякие прикольчики. А нет. Короче, это Владимир Понимающий, я Владимир Непонимающий. Мы решили создать свой канал, на котором мы будем говорить об абсолютно примитивных вещах. Так как зрители канала Фарклок уже достаточно образованные и прекрасно понимают, что такое блокчейн. Мы решили создать канал для тех, кто абсолютно не понимает, что такое блокчейн. Когда мы начинали снимать видео, я снимал видосы и такой, чего он говорит, Володя, я ничего не понимаю. Он говорит, я все понимаю, я тебе объясню. Теперь Вова профессиональный инвестор. Сразу хотим сказать, что наша рубрика Fork the System будет продолжать выходить на Фарклок. А новый канал мы делаем специально для тех, кто не понимает в крипте ничего. Мы будем чилить дома, мы будем смеяться, мы будем обсуждать какие-то новости. Никаких прекрасных видео Марселя с высоты колеса обозрения. У нас будет подсветочка, мы будем сидеть, пить шоколадное молоко соевое и фигачить вам. Будут шутки и даже мат, но не от меня. Я буду материться очень много. Очень много материться, я вообще удивляюсь. В общем, подписывайтесь, короче, пока я возвращаюсь обратно на другую сторону камеры, и мы продолжаем выпуск. Но ForkLok продолжает работать. Fork the System. Классикой децентрализованного обмена является Uniswap на Ethereum. DEX на блокчейнах второго поколения постепенно вытесняют DEX на блокчейнах третьего поколения. Интерчейн DEX, то есть DEX, которые позволяют совершать обмен между различными сепаратными блокчейнами. Такой DEX, как Asmosis, позволяет совершать децентрализованный обмен монетами всех блокчейнов, которые подключены к IBC-модулю. За три месяца капитализация Asmosis достигла почти полутора миллиардов. И это, наверное, один из самых успешных проектов на блокчейнах третьего поколения на данный момент. Вслед за Asmosis появился Emeris. Это пользовательский интерфейс для Gravity DEX. Этот DEX точно также позволяет совершать обмен монетами тех блокчейнов, которые подключили к себе IBC-модуль. А третий DEX достойный упоминания. Это SIFChain. Это первый блокчейн, который позволяет обменивать не только монеты блокчейнов третьего поколения, но также и связывает экосистему Космос вместе с Этериум. Теперь пользователи легко могут обменивать токены из экосистемы Этериум на монеты из экосистемы Космос. А из грядущих проектов, достойных упоминаний, хотелось бы рассказать про UMI. Это CrossChain DeFi Hub, который свяжет экосистему Космос с экосистемой Этериум, который позволит выдавать кредит на одних блокчейнах и использовать это как гарант для займа на других блокчейнах. На самом деле о DEX можно говорить часами, так как существует децентрализованный обмен NFT, который прекрасно реализован на Солана. Но никто не будет смотреть часовое видео, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы быть в курсе последних крипто новостей. А если я упустил какой-то интересный DEX, обязательно напишите об этом в комментарии. А мне надо пойти задать пару вопросов своим родителям. Субтитры сделал DimaTorzok